Самарская область входит в топ регионов, где лучше всего проходит благоустройство, и жители активно голосуют за обновление городских пространств. Только в Самаре в 2023 году масштабно преобразили три парка и один сквер, а также 51 дворовую территорию в разных районах. В этом вопросе наш город и регион может считаться наставником для муниципалитетов по всей России. Но, как известно, настоящий мастер — это вечный ученик, поэтому положительный опыт благоустройства в других городах и областях никогда не будет лишним. Площадкой для обмена такими компетенциями стала выставка «Комфортная городская среда». На сегодняшний момент у нас уже благоустроены 1890 дворок и 833 общественные территории. Мы занимаем лидирующее место среди всех субъектов Российской Федерации, но это не самое главное. Самое главное в данной работе — это то, что она помогает сблизить власть с жителями. Выставка «Комфортная городская среда» — это отличный шанс увидеть воплощение лучших идей в сфере благоустройства от опытных архитекторов и специализированных компаний. Со дня образования это уже второй по счету форум. В этом году в Самару приехали гости из Оренбургской, Ульяновской, Ленинградской областей, из Москвы и других крупных городов. «Мы будем обмениваться лучшими практиками, безусловно реализованных проектов. Мы будем говорить и о тех нюансах, которые лучше бы не повторять больше, потому что мы поняли, что это не рабочая тема или она сложна для эксплуатации. Мы затронем достаточно серьезную и острую тему по дальнейшему содержанию как придомовых территорий благоустроенных, так и общественных территорий». Содержание общественных пространств города — одна из ключевых тем в рамках выставки. Правильный уход за благоустроенными территориями — важный аспект в числе тех, из которых складывается комфортная городская среда. Во время одноименной выставки обсудят, например, опыт Москвы по сезонному содержанию дорог, в частности, зимнему. В муниципалитете, кроме традиционных методов борьбы с гололедом, используют и современные способы — экологически безопасные реагенты, как в виде кристаллов, которые используются и в нашем городе, так и в виде жидкости. Опытом использования именно жидкой смеси эксперты поделятся и с Самарой. «Это более безопасно, кстати, и для газонов, и для деревьев. У нас есть специальные исследования, что современный материал не надо бояться, это лучше использовать, и это даже будет более экономично для госбюджета». Компании из Красноярска приехали в Самару для обмена опытом использования современной иллюминации, для освещения города и его общественных пространств. По мнению представителей фирмы, экономичные, атмосферные и современные дизайнерские светильники хорошо дополнят самарские улицы, парки, скверы, как сделали это в родном Красноярске, Москве и других крупных городах. В свою очередь сотрудники компании успели посетить несколько наших знаковых мест и поделились впечатлениями. «Мне больше всего лично понравилась набережная. Ну, как ни крути, она такая очень аутентичная. Знаете, мы вот гуляли вчера, и тоже такая музыка Цоя в голове играла. Сам уровень благоустройства, он классный. Мы видим, что набережная для Самары – это центр притяжения. Много детей, много взрослых». Увидеть макеты, узнать о лучших идеях ведущих архитекторов Самары и России, послушать интересные лекции можно в течение трех дней. Выставка будет действовать в городе до 29 сентября. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.